Итак, дамы и господа, представляю из соперников и первым бойцам в синем углу. Ему 30 лет, рост 170 сантиметров, вешает 10,1,7 килограмма. Его стиль ММА, его профессиональный рекорд. Два боя, одна победа и одно поражение. Представляющий Волгоград, Россия, Александр Аруссамян! А вот его соперник, боец в красном углу клетки. Ему 23 года, рост 172 сантиметра, вешает 10,1,6 килограмма. Его стиль ММА, его профессиональный рекорд. Один бой и одна победа, представляющий город-герой Севастополь, Россия, Денис Немчинов! Рефери поединка Гирихан Шибилов. Легчайшая весовая категория, статистика на ваших экранах. Александр Аруссамян против Дениса Немчинова. Практически идентичные показатели, с точки зрения роста и размаха, но при этом на 7 лет младше Денис Немчинов. Готов? Готов? Время? Бой! Поехали! Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка добавим громких слов. Первое, что бросается в глаза, эти спортсмены, каждый из них представляет город-герой. Один представляет город-герой Волгоград, в Товушке Сталинград, другой город-герой Севастополь. И действительно, городов с такой выдающейся воинской историей есть в нашем Отечестве единицы. Хотя наше Отечество богаче, пожалуй, чем любое другое. Несколько более опытный именно в смешанных единоборствах за счет любительской карьеры представитель города Севастополя. Наверное, да. Но сейчас у нас идет борьба за инициативу. Прессингует как раз Александр Рустамян на первых парах. И у нас опять же классическая ситуация в разных стойках. Парни в левше в данном случае работает Денис. Да, и, пожалуй, еще интересно, что клуб, который представляет боец из Севастополя, Денис Немчинов, называется «Князь Владимир». Ведь именно в Севастополе, в скобочкой Херсонесе, в свое время Владимир креститель и крестился. Так что много историй сразу навевают своим появлением спортсмены здесь. А своей работой сейчас уже показывают, что они универсалы. И как интересно снизу работает спортсмен из Волгограда. Шикарно. А ведь шутки шутками уже известны нокауты из этого положения, когда нижний вот так вот в прыжке вытягиваясь ногой, попадал в голову и нокаутировал своих оппонентов. Поэтому это совсем не так безобидно, как может в первую неопытному взгляду показаться. Да, нестандартные красивые удары от Рустамяна, безусловно, но они были либо мимо, либо по защите. Это тоже нужно учесть. И, конечно же, судьи все видят и считают. Да, пока некоторые преимущества, но мы помним, был перевод. Есть у Дениса Мельчинова. Но, друзья, только две минуты прошло. Еще ничего по сути непонятно. Левый прямой, затем двойка уже от Рустамяна. И еще одно попадание. Здорово. Сдвоил левый прямой и снова очень удачно. Неплохо по корпусу, в принципе, работает Мельчина. Здесь лоу-кик. Вы знаете, очень зрелые спортсмены с точки зрения техники. Видно, что все знают, все умеют. Может быть, не такая богатая у них профессиональная карьера, ну, очевидно уже с этих первых минут, что более чем обучены и высокого технического мастерства бойцы. Еще один удар в область печени от Дениса. И, опять же, конечно же, эти слова можно сказать про Александра Рустамяна, которому 30 лет, но Денису только 23. И, действительно, у него все на очень хорошем уровне. Сейчас борьба начинается. Да, при том, что по любительским титулам можно подумать, что Александр Рустамян представитель боевого самбо, все-таки стоит отметить очень хорошую работу руками в стойке. Значит, и боксерская какая-то, наверняка, или кип-боксерская, или копашная карьера у него за плечами тоже была. Просто вот до нас эти отголоски до эфира не дошли. Смотрите, как борются Немчинов. Немчинов и справа, и слева разные варианты пробовал. И сейчас, по факту, задержался в гарде. Некоторое время назад поменяли правила, и удары снизу тоже начали считаться довольно неплохо. То есть, если ты работаешь снизу... Ух ты, рычаг локтя! Очень близко было. Нет, не получится. Может быть, треугольник? Нет. Тоже не выйдет. Давление остается за Немчиновым. Забирает спину Денис. Очень активно работают, и тем самым только радуют публику. Шикарно вправил обе ноги сейчас. И, в общем-то, все есть для самого популярного приема в смешанных единоборствах. Для удушающего со спины. Ноги заправлены, действительно. И последние минуты первого раунда. Не так много времени. А нет. Попробовал вернуться в маунт, но и уже не получилось. Но, видимо, как-то по защите Александра Рустамяна Денис понял, что раздушить не получится. Так или иначе, Немчинов, что-то себя комфортно в Хаммер Фис такой силовой. Постарался пробить он. В июне первый бой. И победа техническим нокаутом. И сейчас тоже прослеживается нацеленность на финиш уже здесь. В первом отрезке. Но время утекает. В целом, инициатива действительно у Дениса. И, скорее всего, он первый раунд забирает. Пожалуй, самое отрадное для всех зрителей состоит в том, что никто не цепляется за просто фиксацию какой-то позиции. Каждый пытается нанести ущерб. Действительно, яркий и динамичный поединок мы с вами наблюдаем. И досрочной победе того или иного спортсмена в следующих раундах я не удивлюсь. Продолжение следует... Второй раунд. Бой! Итак, второй отрезок. Активная работа в стойке. Одного и другого. Много перемещений. Гонят вперед секунданты. Александр Рустамяна. Ух ты! Вот это попадание. Вот это да. И сейчас все, конечно, идет к тому, что при активном добивании бой может быть остановлен. Но при этом смотрите, как цепляется все-таки за свои шансы представитель славного города Волгоград. Активно сопротивляется. И, казалось бы, при том, что уже побывал в нокдауне, очень хорошая защита. Какие хаммерфисты! Немчина включается на все 200%. Тратит силы и может вымахаться, если выживет, конечно, Рустамян. Руковой контроль. Опять перекрывается. Заводит колено. Полный маунт. Вот это уже похоже на начало конца. Действительно, может быть, пора останавливать бой, что и делает опытный рейферий Гирихан Шибилов. В этом противостоянии городов-героев победа за Севастополем и славным клубом князь Владимир. Наше поздравление. Также еще и Краснодар тоже представляет Денис Немчина. В любом случае, два боя, две победы у этого бойца. Очень хорошее выступление. Это две досрочные победы техническим нокаутом. В первом раунде выиграл у Гулмурзы Мирзабека. Сегодня во втором у Александра Рустамяна. Кого же предложит этого парня в третьем поединке в рамках ВСЕ Янк Эгглс? Очень интересно. Смотрим еще раз. И от хайкика болтануло через защиту. Это значит действительно сильный удар. И вложился, и подгадал момент. Ну и может быть сыграло то, что представители синего угла немножко так гнали вперед. И он несколько поспешил. Время остановки этого поединка. 59 секунды второго раунда. Техническим нокаутом победу одержал боец в красном углу клетки. Денис Немчинов! И аплодисменты его сопернику Александру Рустамяну.